Июнь 2018. Чемпионат мира по футболу. Ураганная сборная Уругвая привезла с собой в Россию проклятие племени великанов Чаруа. Некогда эти величественные красивые люди жили на территории современного Уругвая и были уничтожены испанскими колонизаторами. Их культура бесследно исчезла, а последний из её носителей – шаман Синаке, похищенный в начале 19 века и выставленный на показ в Париже – проклял новых наместников Уругвая и последующих его правителей. С тех пор страна терпела неудачи, каждый раз погружаясь во мрак государственных переворотов и диктатур. Только немногочисленные выжившие потомки Чаруа имели иммунитет от проклятия и им всегда сопутствовал успех. Среди них – футболисты сборной Уругвая, дважды выигравшие чемпионаты мира в 1930-м и в 1950-м годах. Не зря их футбольное прозвище – Лос Чаруас. Однако потом удача от них отвернулась. И только во время мундиаля в России уругвайцы смогли избавиться от проклятия первых игр, уверенно выйти из группы. Что это? Сама русская земля? Места силы наших предков, которых так же, как и Чаруа, уничтожала средневековая Европа, помогли уругвайцам? Сенсационная информация о находке древнего поселения под Новосибирском. В поселке Красный Восток местные жители обнаружили небольшое скромное захоронение. Вызванные на место специалисты изучили не только человеческие останки, но и таинственные руны, а также письмена на старославянском языке. В них сказано, что конец света может наступить уже к 2030-му году. Причиной апокалипсиса станет сильнейший пожар непонятного происхождения, который уничтожит все живое. 2030-й год упоминается не только в сакральных славянских источниках. В докладе ООН сказано, что к этому году население Земли достигнет 9 миллиардов. И это приведет к катастрофической нехватке энергетических ресурсов и пресной воды. Ресурсы будут в тотальном дефиците. Население Земли ожидает кризис, который приведет к глобальной войне и уничтожению целых наций. И это при том, что к 2030-му году мировые державы готовы отказаться от ядерного оружия, которая, как известно, еще сдерживает отдельные агрессивные государства и повышает шансы ведущих стран на мирное сосуществование. Сдерживающий фактор исчезнет, и мир погрузится в пожар в бой. Как нашим предкам удалось предугадать такой сценарий? Действительно ли в найденных славянских рунах оставлены зашифрованные предостережения о гибели нашей цивилизации и, самое главное, есть ли там знания, которые нас спасут? Уже не в первый раз таинственные находки со славянскими рунами предупреждают об опасности, либо реально угрожают тем, кто начал раскопки. Вы видите немецкий клинок. Его нашли кладоискатели на Смоленщине. Антикварная вещь. Ее украшают руны. Их так и не удалось прочитать. Ничего особенного не считая того факта, что это оружие приносит своим владельцам несчастье, болезни и даже смерть. На клинке лежит проклятие или череда несчастных случаев с новыми обладателями оружия. Всего лишь совпадение. Когда мне этот клинок достался, у меня в течение двух недель скончались все домашние животные. Все. Ни один, ни два, ни три дома. Земля хранит миллионы тайн. В ее недрах наши предки прятали клады и уникальные артефакты, способные изменить, а того и уничтожить наш мир. Среди них таинственные предметы, которые, как утверждают легенды, наделяют сверхсилой. Кристалл Сварожича из древнеславянского священного города Ретро или, например, легендарный меч-кладенец. Это лишь одни из утраченных артефактов, существование которых хотят доказать не только энтузиасты-славянисты, исследователи ведической культуры, но и сильные мира сего. Мечом владели и богатыри из наших сказок, и великие завоеватели. Кровожадный вождь гуннов Атилла, король франков Карл Великий, русский князь Андрей Боголюбский. Что из себя представляет меч-кладенец? Это личное оружие, сакральный символ, выдуманный предмет или же прообраз современного супероружия. В одной из славянских легенд сказано, что меч-кладенец хранился на острове Буяне. В славянских источниках это место известно как Руян, а современное название острова – Рюген. Он находится в Балтийском море и сейчас входит в состав Германии. Но тысячу лет назад здесь стоял город Аркона – священное место славян. Согласно одной из версий, с острова Рюген пришел княжить на Русь легендарный Рюрик – основатель нашего государства. Рюген – таинственное, сакральное место, которое всеми силами пыталась уничтожить средневековая Европа. Для чего это было сделано и почему Наполеон и Гитлер так хотели владеть островом Рюген? Какие же священные города славян были уничтожены с Западом? И самое главное – за какой славянской тайной охотились завоеватели? Неужели наши предки хранили секрет непобедимости? Славянам они не могли простить свои там поражения и так далее. И считали славян тоже вот расы, подлежащие истреблению. И остров Рюген, прилетающие там острова, они как раз считались у немцев, некоторых исследований, пророденные славян. Германия. Земля Мекленбург-Переднее Померание. Археологи делают сенсационное открытие. Здесь более трех тысяч лет назад развернулась крупнейшая битва эпохи Бронзового века. В гигантском по тем меркам сражении участвовали несколько тысяч человек. Это при том, что все население севера Европы было чуть больше 150 тысяч. В этом районе было поселение. До сих пор информации очень мало. Для нас, с одной стороны, был большой сюрприз, что в результате геофизической разведки было выявлено, что ранее здесь была дорога. Вы видите многочисленные человеческие останки, найденные в долине реки Таленце. На месте специалисты нашли и металлические предметы из бронзы – олова, кремния, золота. Здесь же копья, топоры, ножи, наконечники стрел. Мы нашли множество костей людей и животных, но в основном людей. Но мы также нашли высококачественные бронзовые изделия. Эти два предмета мы нашли прямо здесь, буквально недавно, при нашей последней операции погружения. Мы их нашли при помощи металлодетектора в верхнем слое почвы на дне реки. Да, это маленькое бронзовое кольцо. Оно может быть использовано в качестве кольца для пальцев, но также может быть цепочкой для ювелирных изделий. Второй объект – это фрагмент кончика серпа. Здесь очень хорошо видно красивую полосу под слоем желтоватого цвета. Отдельные обнаруженные кости прользены стрелами, что указывает на бой. Трудно сказать, кто здесь сражался. В это время здесь не было письменности, а значит, у нас нет источников, которые могли бы дать информацию. Анализ ДНК более-менее проясняет картину происхождения воинов. Большинство из них не местные. У отдельных гены показали сходство с современными южноевропейцами, у других – с населением Скандинавии. Но есть среди них и славяне. Надежда на то, что с помощью анализа можно сделать уверенные выводы о происхождении бойцов, не оправдалась. Вы видите карту русла реки в долине Толенца. Обратите внимание, что красным отмечены могильные фурганы. Такие объекты, например, характерны для степей между речья Дона и Волги, где проживали предки славян – сарматы и скифы. Примечательно, что в одном из фурганов был найден этот бронзовый меч. Это указывает на обряд погребения, характерный для тех же скифов. Всегда сжались к воде. Есть даже такая гипотеза, почему русские. Потому что вдоль русел рек селились. То есть жилье образовывалось в каждом регионе, своя система расселения людей. Вот так вот. И зная эту систему, можно находить жилье. В 1768 году в немецкой деревушке были найдены таинственные бронзовые статуэтки, усеянные руническими надписями. На одной из них можно было прочитать ретро, что стало настоящей сенсацией тех лет. Найдены доказательства существования славянской Трои. Их город повсюду известен. Ретро-центр идолопоклонничества. Здесь выстроен большой храм для богов. Главный из них – Ридигаст. Идол его сделан из золота, ложа из пурпура. В этом городе девять ворот. И со всех сторон он окружен глубоким озером. Для перехода служит деревянный мост. Именно так можно назвать город Ретро. Крупнейший духовный центр наших предков – славян в Западной Европе, известный своими золотыми идолами. Европейские правители дважды уничтожали Ретру в X и XII веках. После разграбления и разрушения священного города на его месте возвели Тевтонскую крепость Прильвиц. Злодеяния совершались в рамках так называемой борьбы с язычеством или причина уничтожения города иная. Дело в том, что, наверное, не открою большой тайны, если скажу, что нашу цивилизацию, трусичи, уже на протяжении многих веков пытаются уничтожить. И мы находимся в таком агрессивном окружении. До этого о городе Ретро в своей хронике сообщал немецкий епископ Титмар Мерзебургский. Местных славян он называет лютичами, а их главного бога – сворожич. По легенде, именно его золотую статую, а вместе с ней и другие богатства, жители Ретры утопили в одном из прудов, чтобы они не достались врагу. В священном месте жрецы Ретры предсказывали будущее с помощью ритуальных камней и коня. Доверие к предсказанию было такое, что те, кто противился ему, могли быть убиты соплеменниками. Решение необходимого дела обсуждается в общем собрании, после чего все должны дать согласие на приведение его в исполнение. Если же кто-нибудь из селян сопротивляется принятому решению, его бьют палками. А если он и вне собрания открыто оказывает ему сопротивление, его наказывают или сожжением, или полным разграблением всего его добра. Так что это были за камни, которые сейчас исследователи ведической культуры называют не иначе, как кристаллами сворожича? Могли ли наши предки с их помощью видеть будущее? Означает ли это, что предсказанный гигантский пожар 2030 года, который должен погубить планету, не вымысел нумерологов? Возможно, наше будущее. И я думаю, вот это мифы, причем сложенные не самими славянами, а сложенные противниками славян, что якобы у славян какие-то были, понимаете, материальные вещи, с помощью которых они побеждали. Укради эту вещь, все, и славянин будет безоружен. Вы видите кристаллы кварца. У разных народов они имели свое предназначение. К примеру, с их помощью викинги ориентировались в море, а австралийские племена предсказывали будущее. Кристаллы – это сознание нашей планеты, ее мозговые клетки. Они – проводники древнейшего сознания, и люди способны посредством кристаллов не только подключаться к сверхсознанию, но и использовать его. Это мощнейшие аккумуляторы, которые накапливают энергию, накапливают память, накапливают различную информацию. Вот только нужно уметь подать эту информацию. Наши предки могли получить уникальные энергетические кристаллы от величественных атлантов, живших на нашей планете тысячи лет назад. Это одно из видений великого американского медиума Эдгара Кейси. Он предсказал Великую депрессию в США, Вторую мировую войну, убийство американского президента Кеннеди, распад Советского Союза. Нередко провидец вступал в контакт с умершими людьми, которые жили за тысячи лет до его рождения. Так в одном из откровений Кейси сказано, что 200 тысяч лет назад на Землю прибыли некие сущности, которые основали Атлантиду. От пришельцев произошли великаны-атланты. У них были воздушные корабли, управляемые специальными энергетическими кристаллами. Через призмы кристаллов проходили солнечные лучи, и воздушное судно взмывало в небо. В конечном итоге технология погубила высокоразвитую цивилизацию. Под ее воздействием произошли извержения вулканов. Земля лопнула, и Атлантида раскололась на пять островов. А ее обитатели-великаны Атланты погибли. Так, может, именно эти кристаллы искали и Наполеон, и Гитлер на славянских землях, чтобы получить власть над миром, обладая сверхспособностями, которые недоступны простым смертным. Не каждого человека подобный кристалл может наделить какими-то там способностями и знаниями. То есть, если человек может работать с кристаллом, если он может считывать с него информацию, может управлять его свойствами, то тогда да, кристалл выступает как усилитель сигнала, как любой инструмент. В это трудно поверить, но в современном мире встречаются археологические артефакты, указывающие на существование великанов. Перед вами бедренная кость, найденная на юго-востоке Турции в 50-е годы прошлого века. А это уже Россия, село чистоводное Приморского края. В камне след ноги, но не меньше, чем великана. В славянской мифологии и наших сказках немало сюжетов, рассказывающих о подвигах русских богатырей, известных своей недюжинной силой и высоким ростом. В западной культуре сохранились свидетельства, когда именно за эти качества наших воинов называли исполинами и приравнивали к сынам Божьим. Это относится к времени завоевательных походов князя Святослава. И существует так называемая апокрифическая болгарская летопись, в которой потом, это уже в народной памяти, сколько-то времени спустя, значит, вот эти дружины Святослава названы исполинами. То есть тут есть некая такая вот связь, что значит исполин. Исполин – это значит от сынов Божьих или хотя бы от Духа Божия. Почему наших предков называли великанами? Было ли это просто преувеличением, или действительно славяне в прямом смысле слова были огромного роста? И, кстати, какого? Два с половиной метра? Три? Четыре? Если они владели магическими кристаллами, то кто вообще мог победить их? И куда исчезли столетия спустя? По поверью, сокровища охраняют великаны. В 19 веке в Курской губернии местные жители говорили об огромном кладе с алмазами и золотом. Но взять эти богатства можно было только в Пасху, между заутренней и обедней, когда гора раздвигается. По поверью, сокровища охраняли два великана. Их даже видели некоторые местные жители. Как только ударит колокол, призывающий к обедне, гора снова закрывается до следующего светлого праздника. Удивительно, но уже в 50-е годы прошлого века у села Хоревка, где и находилась та самая гора, во время пахоты был найден горшок с золотыми и серебряными украшениями. Вес полтора килограмма. Есть ситуация, когда человек специально прятал клад, то есть свои сокровища закрывал. А тогда это все обрастает большим количеством таких мифологических историй о том, как этот клад убирали. Что, например, была вырота ямой, туда сначала опустили черного петуха, потом положили клад, потом закопали. И вот теперь только тот, кто найдет черного петуха, отрубит ему голову на этом же месте, тот сможет обрести клад. Стоит ли доверять легендам? Могут ли они направить нас к тем славянским кладам и магическим артефактам, которые, как считается, были навсегда утрачены? Естественно, что всегда люди обращались за помощью к определенным духам, к определенным богам или, может быть, повелителям стихий, у которых просили защиты этим кладам. И тем самым они заговаривали клады. И заговор этот был достаточно силен. Человек, нашедший клад, был достаточно подвержен большой опасности воздействия и возмездия за то, что он потревожил клад другого человека. И этого очень боялись. Смотрите далее. Остров Рюген. Святая земля славян и родина князя Рюрика. Кто отнял ее у наших предков и постарался стереть настоящую историю про отцов? Какие секретные опыты ставили нацисты над узниками острова? Там проводились испытания по выживанию военнопленных. Золотой гроб Рюрика. Миф или реальность? На какой планете находится настоящая могила основателя древнерусского государства? Обладал ли князь уникальными техническими и магическими знаниями? Рюрик был жрецом экстра-класс. Проклятый клинок. Найденный кладоискателями нож с неизвестными рунами приносит несчастье и убивает новых владельцев. На оружии лежит проклятие или череда несчастных случаев всего лишь совпадение. Тот, который выбросился, вот он звонил в каком-то психозе пьяный, вот так вот, как говорится, рассказывал, там какой-то у него такой бред уже нес, уже говорит, мне являться седовласый старец какой-то и там верни то, что мне принадлежит. Клады наших предков и заклятия, которые охраняют сокровища. Кому по силам завладеть чужими богатствами? И что ожидает тех, кто прикоснется к спрятанному в земле золоту? Очень много историй о том, что клад не принес желаемого богатства, да, что человек завладел кладом, а вроде он разбогател, но при этом там у него умерла жена, дети, там сгорел дом. Клад американского миллионера убивает людей. Наше сенсационное расследование. Я не собираюсь давать подсказку, чтобы помочь найти сокровище. Заколдованные места, которые не подпускают к себе. Вещи, сны, окладах и истории о сакральных предметах наших праотцов. Магические кристаллы, которые лежат в основе нашего мира. Великаны, наши предки и тайна апокалипсиса 2030 года. Что ждет нас и можно ли изменить будущее? Вы видите уникальные ритуальные топоры, сделанные из нефрита. Им больше трех тысяч лет, и эта находка может приблизить мир к апокалипсису. Сам дьявол явится на Землю. В конце 19 века топоры нашел немецкий археолог Генрих Шлиман. С их помощью можно контактировать с духами войны, обезопасить себя от жителей загробного мира, а то и вовсе получить бессмертие. У нас все время как бы что-то ищут. Янтарная комната ведь на самом деле, это вот если мы оказываемся по эту сторону сознания, то это поиск материального наследия. Если мы оказываемся на стороне кладоискателей, то мы ищем уже не материальное наследие, а мы ищем клад. И нам, в общем, глубоко наплевать, что это янтарная комната. Важно, что она и цены не имеет. Для Шлимана ритуальные троянские топоры оказались последней и роковой находкой. После их обнаружения на ученого и его близких обрушилось проклятие. Археолог оглох. У него стремительно развился экзостос, уничтоживший кости. Болезнь повредила мозг, появились галлюцинации. Генрих Шлиман умер в 1890-м, спустя несколько месяцев после обнаружения ритуальных топоров. Очень много историй о том, что клад не принес желаемого богатства, что человек завладел кладом, и вроде он разбогател, но при этом у него умерла жена, дети, сгорел дом. Шлиман оставил после себя не только уникальные артефакты и научные работы, но и немалое состояние. Его между собой поделили родственники из России и Греции. Но недвижимость и деньги не принесли удачи. Судьба потомков сложилась трагически. Сын Сергея получил в наследство три доходных дома в Париже, круглую сумму денег и одну из библиотек отца. Но в одночасье потерял все, умер в нищете, даже неизвестно, где он похоронен. Внук Генриха Шлимана Андрей погиб в случайной перестрелке, так и не дожив до 30 лет. По греческой линии род Шлиманов прервался на внуке Пауле, чья смерть до сих пор вызывает споры. По одной из версий, именно ему досталось посмертное письмо деда с уникальным посланием. В нем Генрих Шлиман рассказывает о существовании Атлантиды. Мировая общественность замерла в ожидании всемирного открытия, но Пауля неожиданно убили. Преступление так и не было раскрыто. Внук великого Шлимана унес в могилу тайну погибшего материка Атлантов. По одной из версий, родина великанов простиралась между Американским континентом и Средиземным морем. Однако только в Сирии были обнаружены массовые захоронения Атлантов. Самая знаменитая могила Авеля, сына Адама и Евы, что неподалеку от Дамаска. Вы его видите. Надгробие удивляет. Длина 5 метров 71 сантиметр. Ширина 1 метр 80 сантиметров. Так и хочется заглянуть в гробницу, ведь там могут находиться останки исполина. Возможно ли вскрыть могилу, которая так почитаема в Сирии? Это будет считаться осквернением могилы. Мусульмане не допустят этого никогда. Могил Атланта в Сирии хватало. Установлено, что за тысячу лет до нашей цивилизации здесь было не менее 70 городов, где жили великаны. Соплеменников Атланты не хоронили, а сжигали, как и наши предки, славяне. По другой гипотезе, все-таки предавали земле, но тщательно скрывали захоронения. О великанах в Сирии писал еще древнегреческий писатель Павсаний, живший во втором веке нашей эры. Он утверждал, в Сирии нашли прекрасно сохранившийся скелет великана, ростом не менее 5 метров. Ныне некрополей Атлантов в Сирии не найти. Выяснилось, что боевики уничтожили их могилы. Одним из тех, кто защищал уникальные гробницы, стал Халид Асад, главный смотритель античного комплекса в Пальмире. Боевики месяц пытали ученого, требовали, чтобы он выдал место расположения могил Атлантов в древнем городе. Но Халид отказался это сделать. В итоге его обезглавили. Террористы частично разрушили Пальмир. Вскоре после этого их боеспособная армия стала разваливаться на глазах. Многочисленные преступления и уничтожение исторических объектов не прошли зря. Кстати, для Адольфа Гитлера эта могила сына Адама и Евы великана Авеля в Сирии была неинтересна, хоть фюрер и признавал, что арийцы, а вместе с ними и немцы, произошли именно от гигантов Атлантов. Где Авель, там и христианство. Фюрер пытался подменить религию неоязычеством. Ритуальные же топоры, вызывающие дьявола, он поспешил убрать из Берлинского музея. Не понимая всей силы клада, главный нацист пытался оградить новое поколение от неуместных, как ему казалось, артефактов. Сам же фюрер и его организация Аненербе искали истинные арийские артефакты, способные наделять сверхсилой или хотя бы использоваться в качестве символа исключительности нации. Впрочем, иногда в центре внимания оказывались и враждебные славянские предметы силы. Славяне одними из первых постигли простые вещи, первичная энергия. Энергия присутствует везде, энергия движет всем, энергия в сознании, энергия памяти, функционная энергия и так далее. Зима 1941-го. В разгаре битва за Москву. Командующий армией Центр генерал-фельдмаршал Федор фон Бок получает секретную директиву из Берлина избегать обстрелов и авиаударов вдоль Аки по направлению Рязань-Муром, а также обеспечить проход спецгруппы в район города Скопин. Этот населенный пункт уже был оккупирован немцами в ноябре. Некоторые историки полагают, что внимание Гитлера к этому городу не случайно. Здесь в 12 веке на реке Верда существовало славянское поселение, так называемое Лихарево городище. Здесь же и река Броня, известная своими маклаковскими курганами с захоронениями 9 века. Здесь когда-то жили славянские племена, которые создавали лучшие в мире мечи. Будто бы даже одним из них владел сам Добрыня Никитич, былиный богатырь, живший в этих же местах. Мало того, есть версия, что герой русских сказок похоронен на Рязанской земле. Так получается, Гитлер хотел найти его могилу. Но зачем? Что они могли искать в Рязанской области? Тоже вариантов очень много. Опять же, на уровне слухов, что могли искать они там в сарматских курганах, которых тоже там достаточно много. Некие древние артефакты, как говорят некоторые исследования, возможно, они там искали. Некий древний сарматский меч, который там по-другому называется. Меч-кладенец. Меч-кладенец. Былинное оружие славян. Им владели богатырь-гигант Светогор Илья Муромец, Добрыня Никитич. По преданиям, кладенец наделял своего хозяина сверхсилой и бессмертием. Как выглядел меч и чем отличался от других клинков? Есть, значит, такое поверье, что этот меч весил порядка 10 килограммов и имел форму такой молнии. То есть он был не прямым клинком, а с определенными какими-то волнообразными такими искривлениями. Вот. Возможно, этот меч, он был и не металлический. Может быть, это было некое оружие, которое было преподнесено людям теми же богами. Та секретная экспедиция нацистов под Рязань не увенчалась успехом. Ведь еще до Великой Отечественной войны в рязанском поселке Прибрежный местные жители раскопали один из курганов. Здесь нашли останки воина. Он был в полной амуниции. Шлем, кольчуга, золотой пояс и меч. Это захоронение оставило массу вопросов, как, впрочем, и судьба найденных вещей. Они утрачены. И это же не в первый раз, когда реликвии славянского мира внезапно исчезают, словно кто-то забирает их из нашего мира. Я хотел остановиться на такой теме, как меч-кладенец. Вот интересное было оружие у древних наших богатырей, которое переходило, в общем-то, из поколения в поколение, от одного богатыря к другому. И богатырь, владевший этим мечом, он, в общем-то, мог сразить целое войско и всегда выходил победителем в бою. С другой стороны, на Рязанской земле удалось найти загадочные места силы наших предков. Вы видите так называемый Рязанский Стоунхендж – древнее капище. Его возвели несколько тысяч лет назад. Что здесь могло быть? Обсерватория? Обычные хозяйственные постройки? Или уникальный храм, где наши предки подпитывались силой богов? Какие опасности таит это место? Там же есть некий овраг, в котором происходят вообще чудесные вещи. Сходить людям туда достаточно сложно, потому что энергетика очень мощная, разлом очень мощный, и голова начинает болеть первые же там пять минут. Но там происходят, по поверью, некие процессы, связанные с каким-то потусторонним миром. И существовал даже некий город рядом с этим оврагом, который перед нашествием Батыя просто исчез вместе со всеми жителями. Что связывает это место? Меч, плоденец и нашествие монгола-татар? За несколько десятилетий до порабощения Игом Руси произошло таинственное событие, которое, как считают отдельные исследователи славянской культуры, повлияло на судьбу нашей Родины. Это князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукова, известный полководец, князь Владимирской Руси. Возглавлял военные походы во многие княжества Руси, провел два успешных похода в Волжскую Булгарию. По одной из версий, именно у Боголюбского был тот самый куладенец. Известен был князь тем, что он был неуязвим в бою. Враги перед ним расступались. Однажды его окружило несколько суд вражеских воинов, и он вырвался из этого окружения, только лишь подняв меч, который сиял, по словам очевидцев. Потом следы этого супероружия теряются, а Русь тем временем стремительно погружается в междоусобицы, которыми воспользуются монголо-татары. Потому что тот же самый меч-кладенец, его не надо воспринимать, что это вот какой-то меч, с помощью которого добрый молодец бошки рубил супостатом. Это ведь не обязательно техническое устройство. Это устройство может быть отчасти, там могут быть элементы технические, в виде, допустим, кристалла какого-то, да. Но отчасти наверняка использовались биоспособности самого человека. Опять-таки это легенды, которые говорят о том, что противники были настолько сильны, что им приписывали вот такие волшебные свойства. Опять-таки, заметьте, не человеку приписывали, а кому приписывали. Вернее, чему приписывали? Вещи, да. Укради меч-кладенец, все, и противник будет безоружен. Я думаю, что это все выдумки. Мы побеждали и умом, и культурой, и, естественно, вхождением в тонкий мир. Считается, что меч-кладенец хранился в Балтийском море на острове Рюген. Это его современное название. У славян он назывался Руян или Буян. Знакомое нам название по русским народным сказкам. Эта земля хранит много тайн. Апрель 2018-го. Германия. Остров Рюген. Вы видите 13-летнего школьника Луку Малышниченко. Теперь парень настоящая звезда в здешних краях и пользуется популярностью у журналистов. Еще бы. На острове Рюген Лука случайно нашел тысячелетний клад времен датского короля Харальда I Синезубова. Лука шел с металлоискателем по острову и увидел на земле блестящий предмет, похожий на обрывок польги. Подросток взял его в руки и обомлел. Это была старинная серебряная монета. К месту находки были вызваны археологи. В следующие три месяца они нашли клад, состоящий из 600 монет. Во время раскопок также обнаружены предметы из жемчуга, золота, амулеты в виде топора скандинавского бога Тора. Но не факт, что клад был закопан кем-то из дружинников Харальда I Синезубова. Ведь до 14 века Рюген был одним из духовных центров балтийских славян. На острове находился легендарный город Аркона, известный своими языческими храмами. Что касается слова Аркона на острове Рюген. Вообще-то Рюген это немецкое название, искаженное. По-русски он называется Руян. Что значит Руяна? Русь Яная, то есть Русь Юная. В отличие от Древней Руси. Древнюю Русь опять те же самые византийцы по-гречески называли Гиперборея. По-русски она называлась Аркторусь. Но потом центр славянской мысли переместился именно в Аркон. Немецкие легенды сохранили сказания о язычниках Рюгена и их бессмертных сокровищах, на которых лежат сильнейшие проклятия. Окрестности города Гарт, что на юге острова Рюген. Вы видите древний славянский крепостной вал. До прихода датчан-завоевателей здесь стояла крепость. В очередной из набегов ее разрушили и разграбили. В легенде сказано, что в подвале крепости остался древний седой старик, отец короля Рюгена. В катакомбах он сторожил свое золото, драгоценные камни и алмазы, которые не один век копили его предки. Само же помещение, где хранились сокровища, было сделано из мрамора и хрусталя. Старик потребовал, чтобы его замуровали и разрушили крепость Аркону окончательно. Что означает Аркона? Слово Ар – это искаженное слово Яр. Просто Йод не произносится, первый звук, а произносится то, что за ним – Ар. Значит, Ар – это Яр. Что такое Кон? Кон – это божественная заповедь, это то, почему мы живем. Но вы знаете такое выражение – поставить жизнь на Кон. Или, скажем, мы знаем такое выражение – Искони. Это вот с того времени, когда существовал Кон. Если мы выходим за пределы божественной заповеди, божественного Кона, получается ЗА-Кон. То есть, понятно, ЗА-Кон – это человеческая выдумка. Кон – это божественное установление. Даже Гитлер не до конца понимал, на что идет, возводя на острове дом отдыха для жителей Германии. Планы были грандиозные, вавилонские. По плану санаторий мог принять до 20 тысяч человек. Такого объекта отдыха еще не было в мире. На этом месте должен быть возведен самый масштабный курорт в мире, который будет прославлять мощь нацистской Германии и всей арийской расы. Стройка началась в 1936 году, но так и не была завершена. Планы фюрера поменялись после одного из докладов о Ненербе, немецкой организации, которая изучала наследие германской расы. Историческое отношение к острову Рюген у немцев было, мягко говоря, недоброжелательное. Потому что немцы поднимали, и исследования большие проводились, особенно в орден организации АННРБ, чтобы преподать немцеву миру основоположниками человеческой расы, самой чистой арийской расы, и найти какие-то доказательства ущербности других рас. Превосходство арийской, то есть немецкой расы над другими, и ущербность других рас. Во время Второй мировой войны из курортной зоны остров превратился в площадку для бесчеловечных экспериментов над людьми. Там проводились испытания по выживанию военнопленных в условиях голода, в условиях пребывания на холоде. Вот бросали в болоты, людей загоняли, точнее, людей в болотах. Вот и сколько они могут, и как они могут выбираться из этих болот. И, конечно, там же применялось, испытывались и первые атомные бомбы. Это итальянец Луиджи Ромерс, последний из свидетелей испытания ядерного оружия на острове Рюген. В годы Второй мировой войны под видом журналиста он работал на итальянскую разведку. Незадолго до смерти, в середине 2000-х годов, Ромерс рассказал миру, как нацисты взорвали атомную бомбу на Рюгене. Это произошло в октябре 1944-го. Строения, которые были час назад, исчезли, превратились в груды мелкого щебня. Ближе к эпицентру картина разрушений становилась еще более жуткой. Трава приняла цвет высохшей кожи. Немногие оставшиеся стоять деревья были без листьев. Ромерс не единственный свидетель взрыва атомной бомбы на Рюгене. Испытание увидел и пилот Люфтваффе Ганс Цинцер, находившийся в этот момент в небе над Балтийским морем. Из облака, образовавшегося при взрыве, вырвалась отчетливо видимая ударная волна. К тому времени, как она стала видимой, она имела диаметр около одного километра, а цвет облака часто менялся. После непродолжительного периода темноты оно покрылось множеством ярких пятен, которые, в отличие от обычного взрыва, имели бледно-голубой цвет. Использование такого оружия могло кардинально изменить ход боевых действий. Почему же Гитлер отказался применить атомные бомбы в реальном бою? Опять не пошла ядерная реакция. Взрыв был мощный, атомный взрыв, но не на полной мощи. Здесь надо сказать спасибо нашим союзникам. Они, во-первых, все предприятия, которые работали на атомную промышленность Германии, они загнали их под землю. То есть они мощно бомбили, то есть атомный проект был сорван. Остается открытым и вопрос, как нацистской Германии за короткий срок удалось изобрести ядерное оружие. Ведь еще в начале 30-х годов военная промышленность страны переживала не лучшие времена. Многое поменялось после поездки группы Аненербе на Тибет в конце 30-х годов. И вот этой знаменитой экспедиции в немецком ВПХ, военно-промышленном комплексе, начинается резкий технологический прорыв. То есть возникают новые виды вооружения, новые виды летательных аппаратов, новые виды, скажем так, знаний в области медицины, психотроники. Связан ли промышленный подъем с кропотливой работой немецких ученых? Или же за взлетом стоят добытые в научных экспедициях уникальные артефакты, расшифровки легенд и сказаний про отцов? Насколько в сегодняшнем противостоянии с международными террористами актуально наследие предков? Представьте себе, у нас не так давно Каспийская флотилия с помощью изделия Калибра бомбила Сирию. Вот как это сказать языком блинных сказок? И добрые молодцы допустили стрелу в острую за море и попала стрела в острую за море в супостату и принесла ему многие разрушения. По одной из версий с острова Рюген пришел княжик на Русь Великий Рюрик, прародитель государства российского. Отдельные исследователи считают, что он был не только удачливым полководцем, но и имел связь с тонким миром, обладал уникальными техническими и даже магическими знаниями. Особый интерес вызывает место расположения могилы Рюрика. Согласно легенде, его похоронили в 60 верстах от Новгорода, рядом с рекой Луга. По поверьям, в Кургане находились 40 бочонков серебром. Гроб же был из чистого золота. Новгород, и alte deutsche ханзестадт Нолгард, и Нюрнберг из Остен во время оккупации фашистами Новгородской области, немецкие исследователи пытались найти могилу Рюрика, хотели использовать находку в идеологических целях. Однако князя и его сокровища не удалось обнаружить. И это несмотря на то, что были разрыты с десяток курганов, где были найдены украшения и предметы обихода наших предков. Нетрудно догадаться, почему могила Рюрика и его сокровища так и остались лежать в земле. Иногда на клад накладывается определенное заклятие. Например, клад откроется только после того, как будет на этом месте принесено у жертвы 100 голов, то есть убито 100 человек. Но в момент закладывания клада можно изменить эту ситуацию. Допустим, один человек прятал клад и пока закапывал, говорил, на 100 голов, на 100 голов, на 100 голов. А в кустах сидел другой человек, который это видел. И он повторял, на 100 голов, на 100 голов, на 100 голов. И когда клад был закопан, он вышел, сделал 100 голов на этом месте и в результате как бы клад ему открылся. Есть смелая теория, что Рюрик не похоронен на русской земле. Его могила находится на другой планете. Валерий Чудинов внимательно изучил более тысячи снимков Марса. На одном из них заметил три объекта, которые похожи на могильные кресты. Таково же было мое удивление, когда я прочитал, что рядом с одним крестом могила там написано Рюрик, на другой написано Синеус, на третьем написано Анастасия, это жена Рюрика. То есть вот все семейство похоронено там. Но как в 9 веке, когда было далеко до полета в космос, удалось транспортировать Рюрика за пределы нашей планеты. Где-то, наверное, в 70-х годах 20 века в Румынии нашли вот такой вот алюминиевый кусок, явно внеземного происхождения. Но, сами понимаете, алюминий до 19 века не был известен. А если его нашли в археологических слоях, значит, он никак не относился к 19 веку, а он был много раньше. Вот. И его стали исследовать, ну, и, так сказать, много фотографий было. И на одной фотографии я понял, что это такое. Это педаль. Речь может идти о так называемом «Вимане» — летательном аппарате, который упоминается в древнеиндийской литературе. А это страница из тибетской рукописи 10 века с утра совершенствования мудрости. Она хранится в Японии в частной коллекции. Обратите внимание на летательные аппараты, зависшие в воздухе. Ну, не меньше, чем НЛО. Получается, что жители Тибета могли располагать уникальными техническими знаниями и покоряли небо? Но почему они скрыли свои изобретения? Тибет, в моем понимании, это вот ответственное хранение образцов древних технологий, которые когда-то использовались повсеместно или же стояли на вооружении, как у нас, например, язерное оружие, баллистические ракеты и так далее. Их же не используют, но они стоят на страже. Но если все-таки могила Рюрика находится в России, то почему великого правителя похоронили не по канонам древних славян? Ведь еще в 9 веке наши предки сжигали умерших соплеменников, в том числе и правителей. Свидетелем погребального обряда славян стал арабский путешественник Ибн Фадлана, живший в 10 веке. То есть сто лет спустя после смерти Рюрика. Бывает так, что для бедного человека из их числа делают маленький корабль, кладут мертвого в него и сжигают. Тогда для чего красивая легенда, по которой Рюрик покоится в Большом Кургане, лежит в золотом крову, да еще и с несметными богатствами? Возможно для того, чтобы не акцентировать внимание на язычестве князя. Однако вплоть до правления Ивана Грозного находились приверженцы старой веры. Пусть их было не так много, но они не отказались от убеждений предков. Есть в письме одного монаха Ивану Васильевичу Грозному, которому было три года только песок. Вот там в таких вот местах в Духомане вот еще сохраняются, значит, вот они там родеют перед камнями поклонными у ручьев там, значит, и еще там что-то такое. И тут историки «Ах, с радостью! А вот видите, ну да, была деревня Ветрина». Неважно. Во всяком случае, вот то, что развита была мифология языческая. Смотрите далее. Проклятый клинок. Найденный кладоискателями нож с неизвестными рунами приносит несчастье и убивает новых владельцев. На оружии лежит проклятие или череда несчастных случаев всего лишь совпадение. Тот, который выбросился, вот он звонил в каком-то психозе пьяный, вот так вот, как говорится, рассказывал, там у него такую бреду уже нес, уже говорит, мне являться седовласый старец какой-то и там верни то, что мне принадлежит. Клады наших предков и заклятия, которые охраняют сокровища. Кому по силам завладеть чужими богатствами и что ожидает тех, кто прикоснется к спрятанному в земле золоту? Очень много историй о том, что клад не принес желаемого богатства, что человек завладел кладом и вроде он разбогател, но при этом там у него умерла жена, дети, там сгорел дом. Клад американского миллионера убивает людей. Наше сенсационное расследование. Я не собираюсь давать подсказку, чтобы помочь найти закровище. Заколдованные места, которые не подпускают к себе. Вещи, сны, окладах и истории о сакральных предметах наших праотцов. Уже через несколько минут все самое главное о духовных и материальных достижениях наших предков славян. Перед вами немецкий клинок времен Второй мировой войны. Его нашли в Смоленской области. Красивая антикварная вещь. Однако это оружие приносит беды своим владельцам вплоть до того, что люди умирают при таинственных обстоятельствах. Один из прежних владельцев находки профессиональный кладоискатель Владимир Порываев. Он вместе с двумя своими друзьями обнаружил клинок несколько лет назад. Скрыли они нетронутый брендаж, нашли там останки высокопоставленного бытовухи, они нашли клинок, на котором были на лезвии руны. Руны прочесть не удалось, но само их наличие придавало еще большую ценность находке. Кладоискатели решили, что с клинком будут работать по очереди. Искать заинтересованных людей так находка попала к первому кладоискателю. Что с ним произошло? Первый не пил никогда, никогда не пил, он там завязки был очень жесткий, вот так вот, нашел который был этот клинок. Вот он в конце концов выбросился, ну или сам упал, или выбросился, ну, говорят, белой горячки. Этому не придали значения, всякое бывает, и клинок перешел ко второму кладоискателю. Все бы ничего, но во время очередного выезда в лес мужчина пренебрег банальными правилами безопасности, не проверил место разведения костра, под которым, как позже выяснится, оказалась мина времен Великой Отечественной войны. То есть нашли лагерь, нашли, как говорится, воронку на месте костричи, и все, практически, там какие-то вещи. Немецкий клинок с таинственными рунами достался Владимиру. Он не поверил бы, что на оружии может лежать проклятие, если бы в следующие две недели в его квартире не умерли все домашние животные, а организация, в которой трудился Порываев, неожиданно перестала существовать. Следом появились проблемы со здоровьем, семьей, бизнесом. Мне единственным подняли арену на 30%. Жена попала в больницу, и я очень сильно заболел. Значит, ну, уже понятно было, в чем дело. Владимир решил избавиться от находки и закопал ее в сквере под деревом. К его удивлению, тополь, под которым лежал клинок, не распустился весной, чего не скажешь об остальных двадцати деревьях, стоявших здесь же. Да, с подобными найденными вещами и кладами нужно быть осторожнее. Это настоящий проклятый предмет. Надо защитить себя от таких находок. Поэтому у кладоискателей есть свои приметы, ритуалы и правила, которые притягивают не только удачу, но и оберегают. Клад как бы сам по себе обладал такими особенностями, как, например, ты должен был отдать некую часть этого клада на благое дело, чтобы он у тебя принес удачу. То есть обычно давали две трети клада на церковь и одну треть оставляли себе. Это те самые 25%, которые остаются тому, кто нашел клад, остальное в пользу государства. Мы привыкли рассматривать клады как нечто материальное. Сундук с золотыми монетами, чаша с жемчугом или шкатулка с золотыми царскими червонцами. Однако в мифологическом сознании клад представляет собой некого персонажа, который принимает обличие, к примеру, домашних животных или даже людей. Клад может показываться барашком, какой-нибудь девушкой непонятной, какой-то особенной, коровой, кошкой. Он может стучать в окно, он может приходить во сне к человеку, которого он выбрал для того, чтобы человек его нашел. В практике кладоискателя Владимира Порываева был именно такой случай. Ему трижды снилось место, где может находиться клад. Дело происходило в родной деревне. Первый снится сон, что я работаю на чердаке, и чтобы попасть на чердак, сам под крышу, такое слуховое окно у старых домов круглое, и оно зарешочено велосипедным колесом. И то, что я снимаю велосипедное колесо, туда его отставляю и пролезаю. Я раз просыпаюсь. Не сон, а какая-то реалия. Проходит несколько дней, и мне повторяется сон. Владимир посчитал, что нужно отвлечься, и не придал сильного значения увиденному во сне, а отправился на велосипедную прогулку в окрестные деревни. В одной из ней увидел заброшенный дом. Решил проверить чердак. Вечером собираюсь, беру необходимое оборудование, приезжаю туда, залезаю через дерево на карниз, обхожу по карнизу, слуховое окно круглое, зарешоченное закрытое велосипедным колесом. Я его снимаю, оставляю в сторону, и здесь я раз, так очнулся. Вот так вот, вот она. Вот. Залезаю внутрь, и там нахожу такой, есть понятие нэпманский клад, это полтинники и рубли 20-х годов. Настоящая мистика. Сейчас в это трудно поверить, но наши предки в охоте за кладами такому бы не удивились. Человек ищет клад, и вроде бы все сделал правильно, и видит, что это не клад, а дохлая кошка. Он берет эту дохлую кошку и кидает в окно своему соседу. И у соседа эта дохлая кошка рассыпается золотом. То есть, в принципе, человек не доделал как бы некую вещь, которую надо было сделать с кладом, некое магическое действие. Логичный вопрос. Как же правильно искать сокровища и артефакты наших предков? Есть система. Обладая этой системой, можно их неплохо искать. Основа это где жили люди, там они прятали. То есть, надо найти какие-либо бывшие поселения. Зайдя в лес по каким-то косвенным признакам, вот так вот, эксперты утверждают, где были войны, там обязательно будут клады. В России немало богатых на сокровища мест. Западные области, среди которых особенно выделяется Смоленское, через нее шли поляки-литовцы, армии Гитлера и Наполеона. Последний разграбив Москву, увез из нее 350 повозок с серебром и золотом. Церковную утварь французы переплавляли в золотые и серебряные слитки. А дальше в армии вспыхнули эпидемии, начался голод, люди стали умирать тысячами. По поверью, не генерал Мороз погубил наполеоновскую армию, а кара небесная. Возвращаясь по Смоленской дороге, неудавшиеся завоеватели избавлялись от проклятых, нечестно добытых богатств. Закапывали золото и серебро в землю, топили его в реках и озерах. До сих пор большинство сокровищ так и не были найдены. В Евангелии, знаете, написано, где твои сокровища, там и душа твоя. Вот так вот. И не копите сокровища на земле, это не богоугодное дело, где там воры и ржа, а копите свои, собирайте сокровища на небесах. Этот принцип хорошо усвоил 88-летний миллионер из США, коллекционер антиквариата Форест Фен. В конце 80-х годов у него диагностировали рак. Первое время многочисленные деньги не спасали от смертельного заболевания, затем удалось побороть недуг. Болезнь заставила Фена задуматься о прожитых годах. Что он оставит после себя? Запомнят ли его? В конце 2000-х миллионер решил спрятать клад в скалистых горах в пригороде Санта-Фе, Нью-Мексико. Бронзовый сундучок 12-го века с золотыми самородками, испанскими украшениями 16-го века и нефритовой статуэткой эпохи китайской династии мир. Клад оценивают в 2 миллиона долларов. Сокровище реальное, история реальна, сокровище там, где я его спрятал и поиски продолжаются. Вы знаете, возможно, это не что-то материальное, это будет потрясающе интересно. Я думаю, в конечном итоге о нем снимут фильм, ведь он один из величайших героев Америки. Однако все не так просто. Чтобы найти сокровище Фенна, нужно разгадать стихотворение загадку. В нем зашифровано искомое место, где лежит клад. Тысячи людей бросились искать сокровища эксцентричного миллионера. Даже был создан специальный сайт для обсуждения. Я считаю, что Форестфэн сделал большой подарок Америке, если не всему миру. Поместив сундук в скалистые горы, это дало возможность одиноким людям, парочкам, семьям думать шире, больше мечтать и встать наконец со стула и отправиться на запад. Изначально многие воспринимали это как игру, забаву, но когда за пару лет четверо кладоискателей стали жертвами несчастных случаев в скалистых горах, публика более серьезно отнеслась к ситуации. Это Эрик Эшби из Колорадо-Спрингс. Летом 2017-го он пропал без вести. Возможно, его нет в живых. Эрик, как и многие другие кладоискатели-любители, отправился на поиски сокровищ миллионера Фэна. Эрик погиб, делая то, что любил. Незадолго до гибели Эрик находился в ущелье со знакомыми. Те были свидетелями, как кладоискатель сорвался вниз и утонул. Родственники погибших требуют прекратить эту безумную погоню за кладом, а полиция просит Фэна дать новые подсказки, чтобы ценности уже наконец-то были найдены. Вы обещали дать новые подсказки, чтобы у людей была возможность найти сокровища. Я снова призываю вас сделать это. Я не собираюсь давать подсказку, чтобы помочь найти сокровища. Я дам подсказку, чтобы отгородить людей от неприятностей. Казалось бы, ничего сложного нет. Разгадай загадку и забери клад. Однако скалистые горы священное место для местных индейцев-шашонов. Они признают существование горных духов и каменных великанов, которые охраняют здешние края и не любят непрошенных гостей. Может быть, дело в них? Вот какие-то есть места святые, которые не дают себя сквернить. Как-то так вот. И вот у меня было такое место, оно известно было. Я пытался отобраться. И то я заблуждаюсь в лесу, не могу на него попасть, то на меня стая диких собак, как говорится, нападает, то я падаю на велосипеде, разбиваюсь, то какая-то авария, я должен там всех спасать, выручать и выступать свидетелем. Пока американцы безуспешно пытаются найти клад убийцу, в России уже знают, где он может быть спрятан. Это Людмила Атаян, социолог из Москвы. Она разгадала загадку миллионера Фэна. Причем задачка оказалась не самой сложной. Самое главное, первое, это то, что он искал для себя выход, главный вот этот выход, это как избавиться от своего заболевания. А ведь известно, что у тех же индейцев американских существует не одна легенда, а может быть, факт, что, избавляясь от чего-то, переходя в другое сознание, понимая иначе мир, и осознавая иначе мир, совершенно спокойно можно уйти от чего-то, избавиться от чего-то и обрести для себя совершенно другой мир. По словам Людмилы, есть известные литературные произведения, которые описывают сложную ситуацию, в которой оказался миллионер. В них и есть ключ к разгадке тайны клада. Вероятность найти сокровище высокая. Хоть миллионер Фен и заявляет, что его клад пролежит в земле сто, а то и тысячу лет. И это даже несмотря на то, что американец постоянно дает подсказки, а иногда буквально бьет в лоб, чуть ли не называя точное место. Однако найти проклятое сокровище по-прежнему не удается. Может, клада вовсе нет? Все это злая шутка. С другой стороны, вот с нашей точки зрения, последние особенно подсказки, которые у него есть, ну, например, одна из них, когда он говорит, да не надо далеко искать клад. Мне 87 лет, я его-то убираю, то ставлю на место. Действительно. Ну, можно, конечно, подумать о том, что Фен сел в машину и ехал за там, от того же Санта-Фе за тысячи километров. Но как-то вот трудно себе представить 87 лет, чтобы он куда-нибудь за тысячи километров поехал. Или ушел высоко в горы. Ну, если ушел в горы, то, конечно, не высоко. Это тоже понятно. Смотрите далее. Америкой правят потомки Рюрика, в чьих жилах течет кровь создателя древнерусского государства. Ну, первый президент США, Джордж Варшинтон, является потомком Рюрика. Бурж младший, Бурж старший. Славянские предсказания конца света. Когда на землю придет Антихрист и кто даст ему отпор? Какие знания предков помогут избежать апокалипсиса? Россия. Чемпионат мира 2018. Групповой этап. Сборная Уругвая в тяжелейшем матче побеждает Египет. Наконец-таки проклятие, которое преследовало сборную 48 лет, удалось побороть. О нем накануне игры рассказал главный тренер уругвайской команды Оскар Табарес. Шутка ли, но латиноамериканская страна вот уже 40 лет не знала побед в стартовых встречах чемпионатов мира. Удивительно, но проклятие обрушилось после победы над сборной СССР в четвертьфинале чемпионата мира 1970 года. После этого почти полвека стартовые игры на Мундиале приносили неудачи. Не удавалось и обыграть европейские сборные в рамках чемпионатов мира. Круг замкнулся на русской земле. Это проклятие стоит за нозой. Игроки мечтают победить Египет, чтобы убить эту ужасную традицию. Я даже боюсь, что такое излишнее зацикливание на победе может помешать. Нижний Новгород древний русский город. Эзотерики отмечают, что сборная Уругвая не случайно выбрала его штаб-квартирой на время чемпионата мира. Рядом с городом находится одно из знаменитейших мест силы озеро Светлояр. Его еще называют русской Атлантидой. Некогда на нем стоял легендарный град Китиш. По преданию во время наступления монголо-татар основатель Нижнего Новгорода князь Георгий Всеволодович затопил Китиш, чтобы он не достался неприятелю. Под воду ушли не только постройки, но и нажитые сбережения жителей города-легенды. Конечно, клады связаны с татар-монгольским нашествием, когда рассказывают о том, как татары-монголы либо сами как бы случайно клад, дань там утопили, и вот этот вот клад, либо это люди, которые от татар-монгол скрывали самые ценные вещи, допустим, утопили в озере всю серебряную и золотую утварь церкви, и это клад, который там на протяжении многих столетий потом ищут. С тех пор у Светлояра можно слышать колокольный звон, а набранная вода хранится годами, оставаясь на редкость чистой и вкусной. Озеро святое, по преданию оно исполняет желания. Те же, кто попытается найти спрятанные в его водах сокровища, могут попасть в беду? Несколько лет назад на Иван-Купала в озеро погружались дайверы, искавшие следы города-легенды. Как только они опустились под воду, грянул гром и начался сильнейший ливень. Молнии одна за одной разрезали небо. И лишь когда дайверы вернулись на берег, буря ушла. Получается, что таинственное место силы не подпускает к себе. В клубыскательстве есть немножко такой вот придух такой мародерства все-таки. Чуть-чуть есть. Все-таки брать то, что тебе не принадлежит, не то, что ты прятал, ну, что-то здесь есть такое небольшое. Хотя хозяин давно уже как бы с права на это потерял, я думаю, и ты тоже, в общем-то, не твое. Вот, поэтому какие-то есть места святые, которые не дают себя сквернить. Но удачу уругвайской сборной принес не только Светлояр. Урал, который принял победный матч с Египтом, известен своими сакральными местами силы. Одно из них древний город Аркаим, построенный несколько тысяч лет назад. Отдельные исследователи славянской культуры считают, что его возвели наши далекие предки. Уже тысячи лет назад его жители обладали технологиями и знаниями, опередившими свое время. Булат, который был непревзойденным металлом в свое время, и когда еще вся Европа пользовалась бронзовыми или медными оружием, на севере уже на территории Аркаима, на территории Челябинской области ковался булат. То есть булатные мечи, это мечи, которые непревзойденные по своим качествам до сих пор. Сочи. Вновь чемпионат мира по футболу. Спорную Португалии встречают хлебом с солью. Русская традиция удивила одного из лучших футболистов мира, игрока мадридского Реала Криштиану Роналду. Казалось бы, наша культура не должна быть в новинку для португальца, ведь еще несколько лет назад он мог связать себя узами брака с россиянкой, известной моделью Ириной Шейк. Расставшись с Ириной, Роналду обзавелся детьми от суррогатных матерей. Но почему? Побоялся, что в жилах его потомков будет течь славянская кровь. Например, аргентинец Лео Месси, основной конкурент Роналду за звание лучшего футболиста мира, родство со славянами не пугает. Выяснилось, что испанский футболист сербского происхождения Боэн Кркич, некогда выступавший за Барселону, приходит Са Месси дальним родственникам. Прапрадеды серба Кркича и аргентинца Месси были родными братьями. Существует несколько методов изучения родословных. Есть мифологические родословные, это просто пересказ родственных связей, каких-то первопредков. Есть второй этап устные когда информация о родственниках предков передается из уст в уста без письменных источников. Есть наконец третий самый на сегодняшний день проверенный научный способ это документальная генеалогия, когда с помощью архивных источников, прежде всего первоисточников, мы можем проследить родственные цепочки. Это Алексей Нелогов, генеалог из российского Абакана. Недавно он сделал сенсационное открытие. Президент США Дональд Трамп родственник князя Рюрика в 36-м поколении. Славянская кровь течет в жилах харизматичного лидера Америки. Интерес к происхождению Трампа появился в 2016 году во время выборов президента США. В то время на одном из американских генеалогических сайтов находилась родословная Трампа. Родственные связи Трампа и Рюрика основаны на нескольких женских линиях. К примеру, родство идет от дочери князя Ярослава Мудрого Анны Ярославны, которую в 1051 году выдали замуж за короля Франции Генриха I. Она родила будущего французского правителя Филиппа I. Через его предков и прослеживается родственная связь между династией Рюриковичей и династией Капитингов, а их генеалогическая цепочка ведет к 45-му президенту США Дональду Трампу. Установив эти и другие факты, Алексей Нелогов опубликовал свое исследование. После выхода материала выяснилась очень интересная подробность. Данную информацию с американского генеалогического сайта убрали, потому что завязалась дискуссия, стали выяснять первоисточники и прятать концы в воду. Интересно, что во время предвыборной гонки американские СМИ опубликовали информацию о родственной связи Дональда Трампа и его основного конкурента на пост президента Хиллари Клинтон. Если проследить родословную Клинтон, то и там есть славянский след. Удивительно, но Клинтон и Трамп не единственные предки Рюрика в США. Практически все руководители Америки имеют славянские корни. Опять же, связь идет через дочери Ярослава Мудрого, которые в середине XI века породнились со многими европейскими монархическими домами, а уже потом по разным веткам, через местное дворянство, аристократию, эти люди расплодились и их потомков оказалось очень много. Например, первый президент США Джордж Варшинтон является потомком Рюрика, Буш младший, Буш старший, Мадонна, некоторые папы римские, ну и куча наших современных деятелей искусства и культуры также являются потомками Рюрика. Трамп настроен к славянам дружелюбно. Более того, две из трех его жен именно славянского происхождения. Они родили Дональду троих детей. В будущих поколениях славянские гены в роду Трампов станут доминантными. В середине двухтысячных группа американских ученых сделало сенсационное заявление. Настоящим отцом 35-го президента США Джона Кеннеди был казак-эмигрант Василий Прокопчук. Именно с ним после непродолжительного расставания жила супруга Кеннеди старшего Роза Элизабет. Когда же вновь пара сошлась в 1917 в 18-м году на свет практически сразу же появился маленький Джон. Кем по национальности был тот самый казак Прокопчук? У жителей Украина логика проста. Если казак, то украинец. Какие могут быть в России казаки? Сразу вспомнили легендарную Запорожскую сечь, чья история началась в 16-м веке. И тогда, и вплоть до распада Российской империи у казаков не было разделений по национальному признаку. Все чижили русские люди, бежавшие от своих господ, желавшие воли. Тем же иноземцам, кто попал в плен казакам, всегда оставляли право выбора. Западные люди, если возьмут в плен, это раб. И он бессрочно находится там. Сколько он захочет. Хочет, а пусть не отпустит. У славяне не было рабов. Они возьмут военно-пленных или еще каким-то способом захватят из чужого племени. Они дают ему и ему объявляют срок, сколько он будет здесь, у них, в рабстве. После этого, в течение срока, они ему объявляют или иди домой, но выкуп дай нам. Пусть тебе пришлют там какой-то. Или оставайся с нами уже на равных с нами продакт. Именно в Запорожской Сечи появились казаки-характерники, славянские маги, которые не только лечили раненых собратьев, настраивали войско на бой, но и видели будущее. Были искусными воинами и даже ловили голыми руками вражеские пули. Медики, политруки и спецназовцы в одном лице. Что о них думали наши противники и в каких спецоперациях по приказу русских царей участвовали боевые славянские маги. Смотрите далее. Казачий атаман Сирко. Славянский чародей, проживший более двухсот лет. Или профессиональный военный, получивший за свои доблестные походы бессмертие в мифах и легендах. Какими сверхспособностями обладал казак? Вы, наверное, знаете, настоящие казаки, у них есть особый вид войск, так называемые характерники. Слышали такое? Что делает характерник? К ним подходит человек, скажем, на расстояние двух-трех шагов, и вдруг падает. Степан Разин и Емельян Пугачев были черными магами, где разбойники спрятали свои клады и насколько сильное заклятие лежит на сокровищах. Говорят, что вот тут заклад и тот заговор, который был произнесен Стенькой Разиным, не позволяет вскрыть эти клады. Заговоренный клад Разина приблизит мир к концу света, где он может находиться и какие разрушения принесет. Третья мировая война начнется в 2030 году. Почему именно Сирия может стать площадкой, где погибнет наша цивилизация? Какие памятники культуры и места силы обеспечат нашу безопасность? И стоит ли уповать только на них? Украинские исследователи заявляют, в начале 18 века неподалеку от села Копуловка царские войска разгромили могилу легендарного атамана Запорожской Сечи Ивана Сирко. Именно он, по легенде, подписал знаменитое письмо турецкому султану. Другие ученые говорят, что могилу казака уничтожили лишь в конце 60-х годов 20 века при создании Каховского водохранилища. Впрочем, обе версии могут оказаться неверны. Атаман Сирко не умер в 1680 году, как принято считать, а жил еще сто с лишним лет. По преданию, когда 70-летний казак ложился в гроб, он рассказал о трех пузырьках с заговоренной водой. Первым пузырьком сбрызните, оживу. Вторым сбрызните, стану смотреть. А третьим сбрызните, встану и пойду 30-летним. При жизни атаман Сирко был казаком характерником, боевым магом. Немало свидетельств у польских историков 16-18 веков, которые сообщали, что характерники не только умели лечить раненых товарищей, но могли подолгу обходиться под водой без воздуха, переплывать реки на обычных коврах, незаметно проникать в здание, мастерски владеть любым оружием и расправляться с врагами одной лишь силой мысли. Как такое возможно? Особые тренировки или казаки характерники имели некие магические предметы, которые их наделили силой. Что делает характерник? К ним подходит человек, скажем, на расстояние двух-трех шагов и вдруг падает. Они ничего не делают, они просто на него смотрят. Вы понимаете, какая сила энергетического воздействия? Это через тонкий мир. Пожалуйста, поставьте приборы, приборы вам ничего не покажут. Но противник падает. Вот как это может быть? Что тут, кристалл какой-то? Никакого кристалла. Это чисто воздействие одного человека на другой через тонкий По словам историка и этнографа Григория Фудима, в основе знаний казаков-характерников лежал накопленный магический опыт древних славян. Известно, что с незапамятных времен наши предки слыли искусными воинами, умели грамотно замаскировать свои позиции, а потом неожиданно нападать. Военный маг мог управлять сражением, заставлять военных делать так, как он хотел. Вот идет татарское войско и вдруг начинает ходить по кругу, а потом вообще уходит в другую сторону. Так направил его военный маг. Иван Серко умел очень многое, но главное, умел владеть собой, управлять своим телом. Мог сделать руку невидимой, и пуля проходила сквозь нее. Схожие вещи на Руси умели делать рыкари, элита славянской дружины. Еще до прихода на княжеский престол Рюрика, славяне были одними уважения. Они так незаметно проникали в тыл врага, что противник считал, наши предки делают это под видом животных. Превращаются в медведей, волков, сов. Так, например, триста рыкарей города Аркона, стражи храма Святовита, наводили ужасно народы, проживавшие бок о бок с балтийскими славянами. Славяне превосходят германцев как телом, так и духом, сражаясь со звериной лютостью. Значит, они искали причину, в чем эта причина может быть. Ну, естественно, в чем. Значит, у нас какая-то особая техника. Какая особая техника? Или у нас мечи какие-то особенные? Ну, какие особенные? У нас действительно мечи были многослойными. Ну, такие же мечи потом в Дамаске делали. Но дело не в мечах. Меч может быть более прочным. Ведь побеждали непрочностью меча, еще раз хочу сказать, побеждали умением драться. Знания рыкари взяли на вооружение казаки характерники. Их противники считали, что такие могущественные воины дружат с самим дьяволом. Их можно убить только серебряной пулей. Такая судьба ожидала одного из характерников Богдана Хмельницкого, наказного гетмана Ивана Золотаренко. В городе Старый Быхов, который некогда был польской территорией, казака застрелил местный житель. Следствие показало, что убийца получил мушкет от католического священника. Последний считал, что нечестивого казака можно убить только освященной серебряной пулей. Военные эксперты считают, что в одиночку такую операцию не провернуть. Кто-то должен выслеживать жертву. Нужны осведомители, разведчики. Да и выбор места для стрельбы выбран не случайно на колокольне в духе современных снайперов. Вы видели, чтобы славяне кого-нибудь когда-нибудь стращали, пугали бы. Нет, запугивание это как раз не от славян идет. Запугивание это от Запада идет. Опять-таки, что такое запугивание? Это оборонительная реакция. У вас нет сил сражаться со своим противником. Значит, давайте его запугаем какими-то мнимыми превосходствиями. Но не все казаки-характерники использовали знания славян ради своих братьев по оружию или в помощь родной державе. Среди воинов встречались и черные маги. Самые яркие примеры Степан Разин и Емельян Пугачев. По сегодняшним меркам разбойники, авантюристы, но для современников колдуны, нажившие несметные богатства за счет черных сил. До сих пор клады спрятаны на Волге, где разбойничал Стенька. И действительно много островов на Волге, на которых могут быть сокрыты эти сокровища. Может даже не в одном месте, а во многих. Но говорят, что тот заклад и тот заговор, который был произнесен Стенька Разиным, Стенька Разиным, не позволяет вскрыть эти клады. И действительно до сих пор еще ни один из них не был найден. Разина называли чернокнижником и оборотнем, которого взять никаким войском нельзя было. Он умел обращаться деревом, заклинал змей, лягушек, и они переставали жалить и квакать. В подростковом возрасте Разин поссорился с атаманом своей шайки и схлопотал от того пулю, после чего вытащил ее из груди и отдал стрелявшему. Сам же не пострадал. Впрочем, объяснить неуязвимость Разина и его казаков-характерников можно иначе. Умелые хитрые бойцы. У некоторых казаков-характерников было два мяча. Один они держали в левой руке и им вот весело размахивали шашкой такой. А второй у них находился в рукаве. И вот он так размахивает шашкой и все видят эту шашку, потом он подъезжает к противнику. Размахнул рукой в этот момент у него меч выскакивает из рукава, он его на лету схватывает и отрубает противнику голову. А второй меч это просто игрушка, которую он отвлекает внимание. По одной из версий Разин получил свои сверхспособности от некого волшебного камня. С тех пор и стал черным магом. Был отлучен от церкви. После казни его останки долго не хотели предавать земле. По одной из версий Разина рядом со своим кладбищем похоронили татары, жившие в Москве. Атамана они не считали единоверцем, однако помнили, что в его войсках было немало калмыков и татар. Почему имея боеспособные армии, обладая неимоверной силой, и Разин и Пугачев все-таки были казнены царскими властями? Я не думаю, что они беспокоились вот так сильно о состоянии Руси. Может быть, своих каких-то потомков, хотя они потомков-то не оставили. Предание гласит, что Разиным была украдена из Астраханского храма икона Божьей Матери. Разбойник зарыл ее в землю рядом с высоким дубом, а под лик поместил клад. По легенде икона должна пролежать до страшного суда. Когда ее найдут, грянет конец света. Неугомонная душа Стеньки Разина наконец-таки упокоится, а спрятанные клады откроются тем, кто их ищет. Кладоискатели верят в эту легенду. Более того, говорят, что вот у нас допустим в лесу все время как бы человеку что-то кажется, кто-то показывается, вроде как тени какие-то ходят, вроде как вот кто-то там ходит. Это потому, что там когда-то там допустим разбойник рощин зарыл клад. И пока как бы этот клад просится наружу, ищет своего нового хозяина, но вот его найти пока не могут, и поэтому вот на этом месте вот такие вот как бы всякие аномальные ситуации происходят. Март 2015 года. Астрахань. Здесь найдена старинная аравийская икона Божьей Матери. Ей не меньше 300 лет. Как утверждают СМИ, на ней изображена новгородская святая Анна, жена Ярослава Мудрого. Ее обрели при мистических обстоятельствах. У художника, который расписывал архангельский храм Александра Невского, было видение, будто бы к нему явилась сама Богородица и указала, где находится икона. На хранении в храме находились ветхие святыни. Среди них и нашли лик Божьей Матери. Парадокс, но после этой находки в марте 2015-го по миру прокатилась волна катаклизмов и небывалая серия террористических актов. Пакистан, город Лахор. 15 марта два террориста-смертника напали в христианском районе над церквей. Погибли 15 человек. А это уже Тунис, захват заложников в Национальном музее Бордо. Террористы удерживали 40 человек. При штурме погиб 21 человек. Среди них иностранцы, граждане Японии, Италии, России, Франции, Великобритании. Этот теракт стал крупнейшим для Туниса с начала 2000-х. 2 апреля 2015-го. Кения. Атака на колледж в городе Горисса. В итоге погибли 148 человек и более 70-ти были ранены. Кажется, что эти случаи нас не касаются. Это где-то далеко от нас и европейцы могут обеспечить себе безопасность. Но уже 31 октября в небе над Синаем террористы взрывают самолет с российскими туристами. Погибают 217 пассажиров, что становится самой массовой гибелью наших граждан в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации. А уже 13 ноября в Париже происходит крупнейший теракт за всю историю Франции. В концертном зале Батаклан убиты 130 человек и более 350 ранены. Что все это значит? Легенда о проклятии Степана Разина не кажется теперь мифом и нам ждать конца света или приобретенная в Астрахани древняя икона Божьей Матери наоборот защитит. Ведь лик был найден в тот самый момент, когда боевики запрещенной ИГИЛ уничтожали бесценные артефакты в Иракском Масуле а потом и в Пальмире. Вы видите эти кадры. Для чего это варварство? Хотели ли боевики стереть с лица земли уникальные строения и артефакты связанные не только с теми народами которые исконно проживали на территории Сирии и Ирака но и христианские славянские. Смотрите далее. Третья мировая война начнется в 2030 году. Почему именно Сирия может стать площадкой где погибнет наша цивилизация? Какие памятники культуры и места силы обеспечат нашу безопасность? И стоит ли уповать только на них? Сирия наши дни страна загадка колыбель мировой цивилизации исследователи находят здесь мертвые города атлантов захоронения гигантов бесчисленные исторические и мифические артефакты одни из главных реликвий голова Иоанна Крестителя и могила сына Адамы и Евы Авеля Вы можете видеть террористы все еще мечтают добраться до этих святынь а если ими завладеют или попросту уничтожат то мир погрузится во тьму Дамаск старый город здесь расположена мечеть Амиядов одна из старейших и крупнейших в мире настоящий памятник архитектуры в этой мечети находится сокровищница вы ее видите по преданию в ней лежит фрагмент головы Иоанна Крестителя его мусульмане почитают как великого пророка Яхья это дороже всякого материального богатства Иоанн Креститель принял мученическую смерть был обезглавлен голову святого надежно спрятали нашли ее только при строительстве мечети в восьмом веке сирийские христиане смогли убедить тогдашнего халифа Ибн Валида что реликвию нужно сохранить ИГИЛ неоднократно пытался завладеть святыней но тщетно сирийские войска и российские силы спецоперации не позволили это сделать террористам удалось частично уничтожить великую мечеть в Алеппо где по легенде находится могила отца Иоанна Крестителя священника Закария который также известен как пророк Закария пришлось восстанавливать Русские помогли нам финансами а если нам понадобятся стройматериалы тоже обещали помочь А месяцем позже Русская Православная Церковь совместно с Римско-католической Церковью создали рабочую группу которая проработает вопрос восстановления разрушенных террористами христианских святынь Сирии Нужно сохранить их для потомков истории Она как известно циклично Если в раннее средневековье Европа уничтожила древние города славян их культуру считая что вероязычников изжила себя то чем-то схожим сегодня занимаются террористы Цена такой борьбы высока С начала боевых действий погибло более 200 тысяч мирных жителей разрушены десятки городов По подсчетам же экспертов на восстановление страны уйдет не менее 10-15 лет То есть не раньше 2030 года города и инфраструктуру приведут в должный вид и наконец-то здесь наступит мир Если, конечно, к этому времени Запад не бросит новый вызов Востоку который и приведет к Третьей мировой войне И в ней не будут воевать ядерными ракетами Нации легко уничтожить отняв у них историю исконную культуру подменить ценности Первым тревожным звонком станет отказ Европы от христианства Прогноз экспертов неутешительный К 2030 году в Старом Свете все поголовно станут атеистами За что в свое время боролись европейцы уничтожая язычество с тем в ближайшие десятилетия готовы расстаться В Европе празднуют религиозные праздники но для людей такие дни перестали быть духовно значимыми это лишний выходной день возможность расслабиться повод напиться о душе речи не идет от этого страдают в первую очередь славянские страны Чехия Польша Сербия христианство больше не религия а альтернативы ей не нашли язычество же воспринимается как нечто дикое поднимается на смех хотя это часть нашей общей славянской истории и в ней можно найти ответы на интересующие нас вопросы поучиться у предков стойкости характеру безбожие ведет славян к разобщенности нам навязывают ложные ценности возникает непонимание между братскими народами генетический код исторические связи уже не работают а на первое место выходят деньги разместить натовские проу наших границ со стороны Польши или Украины пожалуйста запад будет платить за это корни религия культурные связи в такие моменты забываются бога нет все дозволено и уже ни о каком славянском братстве речи не идет следующей будет Россия готовы ли православные и неоязычники прекратить споры объединиться чтобы сохранить наш русский мир я знаю что конечно славяне народ то мирный и в общем то многие приняли христианство как вот единственную правильную веру и такие деятели как там Сергий Радонежский или Серафим Саровский они проповедовали именно воссоединение двух начал ведической культуры и христианской церкви и даже праздники многие были объединены и церкви ставили на местах древних капищ вот в местах силы и даже вот эта форма куполов церквей она в общем то перешла к нам еще с ведических храмов которые были деревянными в прошлом и все это говорит о том что в общем то связь между людьми землей и космосом она в общем то осуществлялась независимо от того какие были воззрения славянам нечего делить кто-то из нас может быть православным другой католиком третий увлечен языческой культурой праотцов или вовсе живет вне религий и верований что объединяет все славянские народы так это наш дух который свойственен не только русским но и украинцам белорусам сербам чехам полякам и другим славянам своих не бросать идти до конца это наверняка и есть главное знание которое передали нам наши предки и на шарс и